девчонки всем привет копила копила пустые баночки все думала снимать еще нечего а тут как достала коробку как давай переписывать все что мне здесь накопилось оказалось аж 32 наименование думаю я круто вообще сейчас завернется у меня обстановка так что кому интересно видео пустые баночки мы сейчас с вами быстро это видео снимем быстро с этими баночками разберемся иначе она у мне уже коробка пол кухни занимает и пойдем дальше так вот прям начну с нижнего чтобы ближе туда двинуться это вот такой вот мы покупали с лиской сахарный для депиляции сахарную такую массу все мы хотели с ней сходить на шугаринг на сахарные либо на вовосковой записаться к нему но я лизу все отговаривала говорю да на ахербе есть вот всякие разные средства мы с тобой попробуем короче мы это средство попробовали и поняли что какое-то она совершенно не рабочая но мы к так с ними не смогли подружиться до этого мы миллион средств попробую в магазине все тоже не рабочая потом попробуем на ахербе ничего у нас не получилось сейчас наконец-таки записались на шугаринг все нам дело сделали мы счастливы и довольны и поэтому это средство отправляется вот немного почты где-то здесь полбанки но он так мы и не поняли по какому принципу она работает и ничего кроме пушка но к сожалению не убирает и в принципе исходя из того как проходит процедура шугаринга в салоне что там столько средств нужно сначала этим побрызгать что пор раскрылись потом этим пробок побрызгать что было сухо потом определенной должно быть температуры потом определенной длины не такой калечный должна быть полоска короче но получилось только то что зазря потратили деньги лично у нас ничего не получилось с этим средством это вот такой у нас был шугаринг эта коробочка пустая от моделирующего геля для бровей бесцветного он нам очень понравился хотя я не очень люблю фирму эльф она для меня такая супер супер бюджетная вот но это я покупала дочери и сама кстати пользовалась мне очень понравилось вроде бы вы смотрите на свои брови воде вроде бы вам кажется что там все ровненько но когда вы начинаете их расчесывать этой щеточкой расчесывать этим гелем который моделирует вы понимаете что не так все просто вообще устроено в бровях когда вы пользуетесь этим гелем он ваши брови становятся гораздо приятнее чем вам кажется на самом деле и эта вещь такая вот рабочая совершенно бюджетная но совершенно рабочая вещь дальше у нас с вами идут вот такие вот здесь была щетка для левшей вот и к ней был вот такой вот запасной блок и вообще к этой щетке потом есть еще в наличии два еще таких вот запасные блока у меня дочь левша у нас стоят брекеты и когда я сейчас заказывала уже щетку я у лизы спросила мне что к этой щетке заказать еще запасные или посмотреть какую-то щетку мне лиза сказал посмотри пожалуйста какую-то щетку потому что в принципе ничего особенного в этой щетке не было можно посмотреть и какую-то другую мне самой лично я попробую щеткой этой почистить мне самой не очень понравилось во первых я сама лично пользуюсь японской зубной щеткой от которой просто в восторге уже нахожусь несколько лет вот а вот такие вот ровные щетки вот у моей японской щетки у ней концы они такие тонко скошенные и мне нравится вот такие вот концы тонко скошенные вот такие ровные я не люблю и площадь здесь именно очень большая она как-то травмировала мои десны поэтому мне лично собой не очень понравилось дальше у меня вот здесь закончилась такая отличная паста вообще все пасты которые я покупала на и херп от них от всех я осталась довольна вот эта фирма мне вообще очень сильно нравится особенно мыло этой фирмы мне нравится и с коллоидным серебром и серой и с гемомолисом по моему сейчас вот мне идет изменяет память ну по это тоже паста нам очень понравилось вообще все пасты которые у меня с они сам с маслом чайного дерева с какой-то ментролоновой какой-то глины прям даже забыла это супер название вообще вот все пасты окроме какой-то я покупала джонсон что ли с солью а так вот не все пасты понравились я вообще от всех пастахер очень довольна потому что они раз отлично очищают именно полость рта 2 они не жгучие 3 они не не ядреные и 4 они не сладкие это для меня самое важное и если вы ищете пасту по вышеперечисленным признакам вам непременно нужно начать с какой-то пасты сайхерп с любой она безусловно я думаю вот все пасты которые там есть они все интересные просто ну нельзя же например вот объять необъятное да вот я уже перепробовала наверно штук шесть а вот еще помню чем же мне было снимом и с гранатом короче вот все пасты которые попробовала они для меня все были хорошие и приятные и это безусловно из той же серии так дальше у нас с вами идет вот такой вот дезодорант от фирмы crystal это здесь был ванила ванилин и жасмин такой был запах он конечно не держит 24 часа ни в коем случае натуральный дезодорант не может конечно 24 часа но может быть какие-то люди конечно более пассивные бывают по жизни да там я не такой человек я постоянно в каком-то движении постоянно каких-то делах у меня конечно не получается что этот дезодорант держит 24 часа плота но приходится выбирать либо натуральный дезодорант и которым нужно два раза в день пользоваться либо ненатуральный который возможно держит но вот эти все химические запахи я уже слава богу не выношу вот и никакие алюминиевые дезодоранты тоже слава богу не наношу мне вот пожалуйста хоть десять раз я буду пользоваться в день лишь бы это был не химический дезодорант и лишь бы это был не алюминиевый дезодорант все остальное меня мало тревожит единственное что я подумала о том что ванилин и жасмина не было я хотела еще такой заказать я заказала без запаха и вот без запаха он пришел я им пользуюсь особенно мне нравится когда я прихожу с работы например да и я потом например ухожу ходить я просто и мажусь этим дезодорантом и он без запаха он мне нравится но по вот этому запаху ванилина жасмином соединенным я чувствую что скучаю как бы просто без запаха дезодорант он для меня такой какой-то пустой без каких-либо воспоминаний да но ванилин и жасмин мне понравился этот запах и я его непременно закажу потому что я чувствую что по этому аромату я скучаю так дальше у нас с вами вот здесь две такие хны это моя хна которая соболь она прям вот такого цвета как нарисована но кто знает меня по видео как какой мне цвет волос они знают как я выгляжу на самом деле а это лизина хна для волос она блонд но у меня лиза светло-русая ничего вам не скажу по поводу окрашивания лиза у меня не стала блондинкой и я не стала например какого-то соболиного цвета да мы эту хну используем больше не для окрашивания как бы мы ее приобретаем для того чтобы окрасить волосы а именно для питания и для кондиционирования волос потому что после этой хны волосы такие пропитанные тяжелые латексные очень приятные и вот этот вот это ощущение на волосах она остается долго у лиза у меня вообще остается долго потому что она голову моет раз в три дня у меня конечно исчезает побыстрее вымывается потому что я мою голову каждый день как там есть разные оттенки и вы можете выбрать свой когда туда попадете и на каждый оттенок написано как его нужно разводить вот лизину блонд я развожу белым чаем лично я развожу белым чаем и кладу туда две ложки простоквашину какого-то кисломолочного продукта и ее не нужно сравнивать с нашей отечественных мой консистенция здесь получается совершенно другая она удобное применение я сама себя крашу она не такая как наши там магазина который кусками каким-то отвалит отваливается она такая хорошая по по консистенции а свою хну я развожу кофе у меня есть кофе специально покупаю например когда-то там покупаю кофе до какой-то например мне незнакомый если он мне вдруг не нравится я никогда не расстраиваюсь потому что знаю что его можно всегда за за другим надом его можно использовать вот я развожу его кофем горячим и тоже потом добавляю две ложечки написано либо две ложечки там простокваши сметаны либо ложку оливкового масла я вот кисломолочный продукт добавляю это я туда все в коробку еды вы чтобы отнести потом на мусорку так вот здесь вот дальше я чтобы двинуться дальше просто расскажу вам вот про вот эти вот пакет чтобы сразу их убрать это у меня первый пакет закончился чай руйбуш я заказала вторую пакет обожаю вообще этот чай это не про просто руйбуш это зеленый руйбуш да он еще не форментированный не обработанный он совершенно другой в нем нет кофеина кофеин фри здесь это во первых во вторых в нем все минералы все антиоксиданты все в нем сохраняется потому что он не форментированный вот это чай в отличие от обычного красного руйбуша и по вкусу он совсем другой единственное единственный нём недостаток то что его чтобы попить нужно либо вываривать сначала в кофеварке ну там кто в джазвейн например варят но кто-то в ковшиках варит я его завариваю термосе как бы просто так как обычный чай в чайничке у вас не получится его заварить он должен примерно настаиваться либо вариться либо завариваться в термосе если вам он нужен утром вы его завариваете вечером в термосе. Если он вам нужен днём, то я его завариваю с утра. Утром в термосе. На литровый термос я кладу три десертные ложки. Но это такие не столовые, немножечко поменьше. Чай отличный. Я очень рада, что я подружилась с этим чаем. Я в своё время целый год гонялась за ним и всё никак не могла купить, потому что его либо не было в наличии, либо я не могла по своим финансовым соображениям это сделать, потому что чай не дешёвый. 454 грамма где-то около 1000 рублей стоит. Но зато его здесь много и хватает надолго. И мне он очень нравится. Так, это вот такие всеми нами любимые чупа-чупсы. Их здесь много. Они здесь вкусные. Манго, клубника, гранат, персик, вишня, арбуз. Всё это в плоском виде. Всё это на палочке, которые сделаны из бумаги. Отличные. Отличные просто чупа-чупсы. Готово вот этим натуральным чупа-чупсом несладким петь вечную воду. Ещё большую воду я хотела бы спеть таким же чупа-чупсом, но которые манго-чили. Это такое специально то для детей, а это для взрослых. Вот это моя любовь. Вот это сочетание острого перца и манго это незабываемое. Единственная печалька, что вот они такие вот маленькие. Хотелось бы, конечно, побольше пакетик. Вот это вообще вещь прям суперская. Это была вот такая вот вкусная вяленая индейка с мёдом и перцем халапенья, которая нам очень понравилась. Отличная индейка, отличные кусочки и отличный вкус мёда и халапенью. Вот. Это такие весёлые были фасольки. Вот здесь вот в этом пакете было сколько-то 10, что ли, вот таких вот маленьких пакетиков. Лиза с удовольствием брала в школу и насыщалась витамином С. Здесь, между прочим, в одной порции, в одном вот этом пакетике какой-то 90% от дневной дозы нормы витамина С. Вот. Такие вот натуральные отличные фасольки. Такие кисло-сладенькие. Вот. Это такие тоже нами полюбившиеся арбузные завитушки. Мы их уже заказываем тоже второй раз. Они такие арбузно-лимонные и единственная сладость здесь это только вот в этом вот сахарке, который посыпан сверху, а внутренняя часть она такая арбузно-лимонная, не очень сладкая. Вот. И хоть они мне пришли в каждом пакетике здесь тоже пять, вот в этом большом пакете пять вот таких маленьких пакетиков, хоть они все и слиплись от, видимо, от того, что жара была при транспортировке, но все равно они были очень прикольные. Мы остались довольны от них. Нам очень они понравились. Вообще вот это, конечно, фирма, она делает очень классные вещи для детей. И если вы еще не пробовали, то вам уже давным-давно пора заняться этим. Ну, это моя любовь на всю жизнь. Это мои чипсы из морской капусты, которые в прослойке состоят, я вам их показывала уже много-много раз, которые в прослойке состоят, вот эти из миндаля, из кунжута. А это я просто не стала все 18 пакетов оставлять, которые у меня были. Осталось столько, а так я их заказывала очень много и заказывала еще больше. Вы прям по 10 или по 20 пакетов и вообще, наверное, ничем бы не питалась, только ими. Но я так предполагаю, это у меня от того, что я просто вообще люблю суши, роллы, морскую капусту и вообще все, что связано с этой историей. В принципе, могу даже родину продать на эту тему. Вот. Если вы, конечно, не любите вот это все, то, возможно, вам не понравится, но когда я ем эту чипсину, у меня от наслаждения даже вот голова кругом идет. С тыквенными семечками и с кунжутом мне менее понравились, чем с миндалем, потому что вот именно миндаль в сочетании с кунжутом и с морской капустой, он такой прям вообще прям идеальный. Вообще прям идеальный. Тоже единственное расстройство здесь, что здесь всего лишь 35 граммов. Вот если бы это были какие-то 100-граммовые пакетики, то это была бы просто бомба. Просто бомба. Но 100-граммовых пакетиков, к сожалению, нет. Так, двинемся дальше немножечко поближе, подвинемся. тут у нас пойдет с вами два вот таких вот чая. Один чай у нас будет тулси с розой, а другой будет чай у нас органически зеленый с корицей, с яблоком. Тулси у меня еще остался с тех времен, когда я только начала вот этот вот в пакетиках, когда я только свое начала. Знакомство сейчас, если вы знаете, если вы смотрите меня, то я уже заказываю большими банками в рассыпуху, всякие разные. Уже я заказываю тулси не только с розой, я заказываю уже и с имбирем, и с масалой. Вот. Но с розой это такое божественное сочетание базилика и розы. Он настолько вот расслабляет ваше тело. Не вздумайте его пить в течение дня, вы расслабитесь так, что делать потом вообще ничего не сможете. Его пьют конкретно вечером. Вот прям когда все уже вы ничего не будете делать, вам нужно расслабиться, вы прям его выпиваете, мы его пьем с медом, вот, заварим его и все. Тельце расслабляется, мозг расслабляется и вы полностью готовы ко сну. Вот. Это такой вот был чай у нас в пакетиках органик индия. А этот чай просто мы пьем с утра, например, когда такой день, что вот вечером я не успела, например, заварить, рой бы уже забыла, да, с утра просыпаешься, какой-то листовой он же будет долго, например, развариваться, а ты просыпаешься без 27, да, а в 7 уже должен быть завтрак готов, поэтому тебя всегда спасают такие чаи, ты просто кидаешь один пакетик, он, кстати, не проштампован никакими железными скобочками, он полностью состоит из пакетика и веревочки, и все, ты просто кидаешь один пакетик заварной чайник, заливаешь кипятком, и через 15-20 минут у тебя уже готов хороший, бодрый, ровный, не горький напиток, который состоит из зеленого чая, яблока и корицы, и вообще, вот весь чай, который я брала от вот этой вот компании Эстер Далфор, мне очень понравился, я не вижу ничего в нем плохого, вот, мне вообще все чаи, которые я брала с Ахерба, они мне вообще все устраивают, дальше вот такие вот нами любимые имбирные конфеты, мы их тоже брали всякие разные, и просто имбирные конфеты из манго, и еще с чем-то, и этой фирмы, и другой, и какой только ни брали, короче, это такая вот очень нужная, полезная конфета, она такая, как мягкая риска, состоящая из имбиря, и когда вы ее кладете в рот, она такая горячая, жгучая, сладко-пряная, вот, и если вам вдруг хочется таких ощущений ярких в своем рте, да, то вы непременно должны попробовать, но это только если хочется, потому что как бы те, кто эти конфеты пробовал, они разделились на два лагеря, одни жутко полюбили эти конфеты, а для других они прям, как сказал мой директор, когда попробовал эту конфету, он сказал, что он чуть не умер, да, да, я думаю, ну вот, в принципе, другого я от вас и не ждала, ответа, да, вот, всем понравилось, а вы, конечно, чуть не умерли, я говорю, я вас поняла, я больше ничем вас не буду угощать с ахерба, а то еще не дай бог умрете, вот, это наши любимые имбирные конфеты, да, всем советую попробовать, кто еще не пробовал, очень удобно, каждая конфетка запакована в отдельную упаковку, и вот здесь нарисовано, что вы всегда можете взять с собой, в путешествие, там, еще куда-то, Лизка, мне вот нравится, ей в школе есть эту конфетку, она говорит, когда прям вообще там шестой-седьмой урок, и мозг закипает, если бы не эта конфетка, вообще, многое бы в жизни не случилось, так, дальше, что тут еще из вкусняшек, наши теперь горячо любимые вот такие вот батончики, очень горячо любимые батончики, очень горячо любимые батончики, я так расстраиваюсь по такому поводу, что когда они были в акции, что я еще не знала, что они такие вкусные, если бы я только могла знать, что они такие вкусные, Это вкусняшка, конечно, необыкновенная Тоже вот такой вот порубленный миндаль с клюквой И соединенный каким-то сиропом несладким Я не ем сахар, и теперь для меня вот везде, где лежит сахар, где вот сильно сладко, я это есть не могу Вот, а это прям вот, я еще мечтала о том, что Лиза будет брать как бы вот этот вот батончик Делить там его напополам в школе со своим приятелем Но это невозможно поделить напополам ни с каким приятелем Это ты просто так вот где-то вот одна так берешь, тихоришься и думаешь Как хорошо, что вот тебя бы никто сейчас не увидел И ты стрескала весь батончик, и тебе не пришлось ни с кем поделиться Это из той серии, а не из той серии, что ты хотела бы с кем-то поделиться Батончик очень вкусный Я, конечно, не знаю, как все остальные, но вот этот батончик, а их там большое множество Этот батончик реально вкусный И я очень мечтаю о том времени, когда я смогу больше этих батончиков себе позволить Потому что их здесь всего лишь 12 штук 480 граммов эти 12 штук И батончики реально очень вкусные Так, дальше тут еще что тут у нас реально очень вкусного Реально очень вкусное Пошло Ну вот, ладно, нереально очень вкусное Это вот такое вот средство для мытья посуды Сладкий имбир Мне это средство не подошло Средство моет хорошо Но мне это средство не подошло Потому что оно по вкусу и по запаху было такого теплого оттенка И когда оно соединялось с грязной посудой и вообще с теплой водой Мне вот это сочетание не понравилось Я сразу убрала его в ванную Я мыла им ванную, раковины И оно у меня таким образом закончилось Для посуды, к сожалению, мне такие средства не подходят Мне нравится либо вообще без запаха средство Либо запахом эвкалипта Такие вот холодные оттенки Либо мятные запахи Вот сладкий имбирь мне для мытья посуды совершенно не подошел Дальше у нас здесь вот такие вот две омеги Одну омегу мы покупали папе Он ее пропил Здесь было 100 капсул Покупали мы ему на день рождения 10 августа И вот 100 капсул как раз вот сейчас закончились Он нам отдал баночку Я не помню по две он пил или по одной Наверное по две Да, наверное по две Поэтому они у него закончились Сказал, что все ему понравилось Все с ним было хорошо Такая бюджетная омега Тем не менее она ему понравилась А это была наша слизкая омега Это омега из арктического криля Мы всегда тоже пьем омегу просто А этот раз я брала из арктического криля Омегу я пью постоянно Ну бывает у меня там какой-то промежуток легкий Но омегу я пью постоянно Просто каждый раз разную То с глутатионом, то с куркумой То арктический криль В данный момент у меня омега с маслом Черни примулы То какую-то детскую вместе с лиской Жую Ну короче омегу у меня только там Вдруг там получается какой-то Пропуск омеги А так я ее пью постоянно На постоянной основе Не вижу в этом ничего плохого Здесь например нужно вот Нужно было одну капсулу в день выпивать И мы выпивали одну капсулу Вот Кстати астаксантин Это такой антиоксидант комплекс Потолипидный Это очень хорошо еще для глазок Между прочим для здоровья глазок помогает Вот мы пропили и были счастливы 120 капсул нам на двоих Как раз хватило на что? На два месяца Да, мне на два месяца И людьми за месяца Дальше у нас вот такое мое любимое мыло С чайным деревом Я это мыло обожаю Первое я его обожаю за запах Потому что мне нравится Как это мыло пахнет в ванной комнате Второе я его обожаю за его форму И третье я его обожаю за то Как оно мылится И как оно моет и очищает мою кожу Очень люблю вообще эту фирму У меня еще есть от этой фирмы паста Тоже с чайным деревом Она тоже наша любимая Поэтому восхищаемся Пользуемся Покупаю уже не первый раз Это мыло и думаю, что буду периодически это делать Так, потом у нас вот такой вот яблочный уксус Это наш спаситель от всех болезней От ОРЗ Особенно Вот и меня уже спас И Лизку уже спас Мы его используем Когда болеем, пьем Когда заболеваем Чтобы не болеть, да Лиза у меня его использует Как тоник для лица Я ей развожу Один к одному В специальном бутылечке Я когда летом были горячие ноги Когда была жара Протирала ноги Чтобы ноги охлажденные были и гладенькие Кто-то волосы еще споласкивает Чтобы они были блестящие Но они мне и так блестящие и красивые Это я не делала И везде, где нужен уксус Для приготовления еды Везде я его использую Этот яблочный уксус Я брала просто чистый Без меда, без всего Просто чистый Органический яблочный уксус Здесь вот с этой сматочным Как он называется С какой-то С какой-то тут маточной штукой Специальной Я забыла, как это называется уже Тогда, когда покупала, помнила А сейчас уже, к сожалению, не помню Как оно там называется Эта маточная штука Ну да ладно Уксус классный Мне понравился У меня уже новая баночка стоит Точнее, я две покупала И одна у меня еще в холодильнике сейчас стоит Это мое любимое масло хи Люблю, люблю И буду любить всю жизнь Это масло хи Вообще его обожаю Ни на что не променяю Сейчас даже специально из Индии Если вы знаете Я заказываю посылки еще из Индии Тоже заказала масло хи Правда, оно там у них не в баночке А в какой-то коробочке Но мне очень интересно Чем отличается масло хи Вот это вот черное у нас Американское От масла хи Индийского Будем пробовать с вами Потом Разговаривать на эту тему Вот отличное масло хи Недавно у меня даже был случай Я сейчас все готовлю Либо на кокосовом масле Либо на масле хи И у меня был случай Когда мы Свекровь попросила Я в принципе нигде Не питаюсь И если я где-то питаюсь Вне дома То это всегда Либо пицца Либо суши Я очень люблю И как-то вне дома Я мало где питаюсь Стараюсь так Чтобы это все Всегда дома происходило Либо вообще Ничего не ем Просто смещаю Свои Часы приема пищи Как бы на периодическом Голодании Там же все равно Когда Самое главное Чтобы это окно Было не меньше 12 часов А там если Она уже больше То его можно расширять Это не страшно Вот И Мы были у свекрови Она попросила Ей купить творог Заехать в магазин Купить творог Перед тем Как к ней приехать И мы приехали К ней домой И спросили Что ты хочешь Делать из творога Она говорит И вот хочу Там что-то Как она называется Творожную ватрушку Сделать А Лиза мне говорит Мам Ты такие творожники Вкусные сделаешь Пожарим еще Вот творожники Ты сейчас их пожаришь И мы поедим Типа у бабушки Я говорю Ну не вопрос И я сделала Творожники Да Причем Я-то дома Делаю творожники Я покупаю Дивеевские яйца Хорошие Я покупаю Муку специально Хорошую Двух сортов Одну цельнозерновую Другую Просто белую Да Я жарю Я жарю его На топленом масле И мы уже привыкли К этому вкусному Вкусу творожников Когда я стала делать У Людмилы Николаевны Я поняла Что у нее нет Таких яиц вкусных Я поняла Что у нее нет Такой муки Да Я поняла Что мне придется Сейчас просто жарить На обычном Растительном масле И когда я их Приготовила И положила на стол Мы стали есть Все Я ем И молчу А Лиза говорит мне Мама Какие невкусные творожники И мне так было неудобно Что меня попросили Я не стала Конечно Рассказывать Что я не умею делать Из говна конфетку Вот Но Просто так получилось Что Так получилось Короче Короче Я съела один творожник Лиза съела пол творожника И все Кто там съел Все остальные творожники Я не знаю Но За моими творожниками Домашними У меня там Драку собаку Все стоят Вот Это Масло кхим Это у нас Три Любимых шампуня Моей дочери Точнее Здесь шампунь И кондиционер Итальянский лимон Если вы знаете Я перешла на твердый шампунь Я сейчас увлекаюсь Твердым шампунем Лиза же Меня До сих пор Увлекается Шампунями Дезер эссенс Это моя любовь Вообще давнишняя Шампунь Дезер эссенс Вот И итальянский виноград Я люблю И яблоко Имбирь Мне нравится И кокосовый И лимонный Мне кажется Там все запахи Восхитительные Выберу любой И ей до сих пор Нравятся Эти шампуни Эти шампуни Она ими пользуется С удовольствием Они очень удобные Когда они заканчиваются Вы просто Откручиваете Их наливаете сюда Немножечко водички Вот так вот Стряхиваете И выливаете до конца И получается Что до последней капельки Вы пользуетесь Этим шампунем Вот Поэтому шампунь Отличный Можете переходить По ссылке Кстати Все ссылки На свои продукты Я оставлю Ниже в описании Вы прям На голубую ссылочку Нажимаете Понравившегося продукта И сразу Оказываетесь В сайте Этого магазина И там Вы уже выбираете Может быть Вам хочется Не лимонный А малиновый Может быть Вам хочется Не малиновый Из манго Попробовать шампунь Можете попробовать Любой Мне кажется Каждый шампунь Из этой серии Он достойный Все они Для чего-то Там Написано Какой-то там Для цвета Какой-то там Ревитализейшн Там Какой-то витаминный Какой-то там Для объема Какой-то для питания Какой-то Ими я не ощутила Например Для меня Вот они все Примерно Одинаковые Были И на лизиных Волосах Я тоже не вижу Что например Один шампунь Отличается от другого Чем-то там Серьезным И вот таких Вот еще у нас Осталось несколько Баночек Я извиняюсь Что я сегодня Не в кадре Как-то у меня Так получилось Что такое большое Количество банок Что тут уже Не до меня В кадре Тут лишь бы Эти все баночки Поместились Но я думаю Вы по мне Еще не успели Соскучиться Я только Вместе с вами Готовила Камдичу Скоро Я получу Новую посылочку И там уже Мы с вами Увидимся А сегодня У нас будет Просто называться Видео Пустые баночки Здесь вот такая Была Кокосовая Аминокислота Она нам Тоже очень понравилась Это здоровая Альтернатива Замене Соевого соуса Потому что Считается Что соевый соус Типа Не очень полезный Потому что В нем Очень много Сахара А здесь Этого нет Но тем не менее Я его попробовала Он веганский Органический Без лютена Без ГМО Без еще какой-то МСГ Штуки Да Мне этот соус Понравился Я заказала еще И мне такой соус Еще придет Потому что Он очень хорошо Сочетается С всей азиатскими Блюдами А я Люблю азиатские блюда И с удовольствием Буду его использовать Этот соус Ну это Моя любимка Из любимок Мед Манука 24 плюс Мед Манука 30 плюс Внизу лежит Мед С маточным Молочком Это Весь мед Который я покупаю На Ахербе Обожаю Мед С Ахерба Мне очень нравится Мед С Ахерба Сейчас у нас Тоже Манука Доктор Это Предположим Недешевое удовольствие Но мне надоел Мед С отечественных пасек Который бы Который Якобы Якобы Настоящий Якобы Прямо Из моей Пасеки Который В рот Не вломишь В котором Сплошной Сахар Есть Невозможно Сахар Либо Сплошной Воск Меня просто Точнит Вот из Всех Людей Которых Я вообще Пробовала Мед Я могу отметить Двух людей Серегу Из Воротынца И мужчину Одного Николая Из Краснодарского Края Который делает Действительно Отличный Мед Гречичный Белую Акацию Но он Не приезжает Так часто В Нижний Новгород Как я Хотела бы Его видеть Да А все Остальные Люди Говорят Что Вот у нас Такой Зашибательный Мед Ты у них Берешь Мед На пробу А есть Вообще Невозможно Потому что Там Либо Голый Сахар Либо Патока Либо Сплошной Воск Либо Как моя Лиза Говорит Что это Был Хороший Гречичный Мед Потом Перемешались Не очень Хорошим Цветочным Медом Или Подсолнечником Или Каштановым Каштановым Получилось Просто Какая Лажа Вот Поэтому Приходится Покупать Мед Сахерба Да Это Дороговато Но Любители Меда Меня поймут Это Только Для Любителей Меда Для Ценителей Меда Для Понимания Вообще Для тех Людей Которые Понимают Вообще Зачем Нужен Мед И Как Он Важен В Ационе Современного Человека Вот На этом Я бы хотела Закончить Сегодняшнее Наше Видео Пустые Баночки Получилось Сейчас Я уже вижу 37 минут Практически Жесть Не знаю Осилите Вы Или Нет Вообще Никто Не жалуется Как бы Те люди Которые Жаловались Что Ну Очень Длинное Видео И Постоянно Приходится Перематывать Те люди Я думаю Уже От меня Отписались Давным Давно И Слава Богу Остались Только Самые Стойкие Те Которые Верны Мне Мои Мои Любимые Мои Любимые Слушатели И Преданные Всем Вам Привет И Всем До Новых Встреч Пока Пока Пишите Мне Я С удовольствием Вам Отвечу Хотите Пишите В инстаграм Хотите Пишите Здесь Под Видео В Комментариях Я Вас Очень Люблю И Жду Снова Встреч С Вами Встреча